В следующих двух видео мы разберем пассивный тип оппонентов, которые играют фитофолд. Мы разберем, что в целом из себя представляют эти игроки, какова их психология, что у них творится в голове, как против них читать руки и как в целом против них играть. Далее я расскажу вам, как забирать множество маленьких банков. Поскольку этот тип оппонента очень часто играет limp call preflop и check fold postflop, мы разберем ситуации, в которых я буду играть через изолейт preflop, а постфлоп буду забирать много маленьких банков. Также мы с вами разберем ожидаемую прибыль от изолирования таких игроков на preflop, после чего посмотрим на ситуации, где я буду делать конбет на флопе и сделаем вывод, против каких оппонентов по этой стратегии играть прибыльно. После чего мы откроем флоп зилу и вобьем туда различные структуры досок против разных диапазонов с preflop, с которыми эти игроки играют limp call. Разберем хорошие доски и плохие для клон бета. А также я научу вас, как делать то же самое, как против этого типа оппонентов, так и против других, ребят. Позже мы разберем те руки, где мы можем извлечь тонкой вылью на поздних улицах. И посмотрим, как нужно концентрироваться на диапазоне этого типа оппонента. Как оставлять определенные участки диапазона и, основываясь на этом, управлять размером пота и размером наших ставок. Мы рассмотрим несколько примеров рук, где мы встречаем агрессию от этого типа оппонента. Конечно же разберем, как на нее нужно реагировать. Следующим пунктом мы разберем несколько интересных ситуаций, в которых можно собрать очень ценную информацию на более ранних улицах. Скажем, мы подчеркнем какую-то ценную информацию на флопе и применим ее на терне. Или же узнаем что-то от оппонента на терне и как-то это применим на ривере. Ну и напоследок мы разберем пару примеров, где я буду блефовать на ривере. Блефы эти, к слову сказать, будут маленькими, но они будут приносить большую прибыль на дистанции. Итак, как же нам определить пассивного оппонента, который играет фидфолт? Так же как и у телефона, у него будет огромная разница между статами в пип и при флоп рейс. Такие люди будут играть со статами 40 на 10 или 50 на 12, может быть даже 26 на 3. А так же и или у них будет маленькая агрессия постфлоп, низкий показатель агрессион фреквенции. Обычно эти две вещи в пип, при флоп рейс и агрессион фреквенции и есть показатели того, что игрок пассивен. Как правило, если у них низкий показатель при флоп рейса, то и постфлоп у них будет низкий агрессион фреквенции. Просто потому что таков майндсет этих игроков. Но самое главное отличие между двумя типами этих пассивных игроков, фитофолд и телефоном, будет заключаться в том, что если у телефона низкий показатель фолда на кондбет и низкий показатель фолда на дальнейшие ставки по улицам, то наш сегодняшний тип будет очень часто выкидывать на флопах. Показатель фолд-флоп на кондбет у него будет весьма высокий. Они будут стараться просмотреть как можно больше флопов и задешево. И потом они смотрят, подошла ли рука флопу. Если подошла, то они продолжают, если нет, то нет. Высокий показатель фолда на кондбет у них будет потому, что они заходят с чрезвычайно широкими диапазонами на флоп. И потому что они будут часто промазывать, они будут играть чек-фолд. Выкидывать все свои тузы хай, в то время как телефон будет чек-колить с любой парой, с любым туз хай, любым гатшотом, даже с любым бэкдором. Также существует такой подвид этого типа оппонентов, который на флопе сдается реже, потому что любит посмотреть терн. Существует даже такой особый тип, которые играют как телефоны на флопе и на терне, но играют фит и фолд на ривере. Они просто обязаны посмотреть ривер. Им интересно увидеть все пять карт, и если у них рука слабая, не устраивающая их, они выкидывают. Ну а также существуют такие игроки, которые на флопе вам никогда не поверят, но будут убеждены вашей ставкой на терне, непременно отвалятся. Такие ребята встречаются. Но в целом у игрока, который играет фит-фолд, будет высокий показатель фолда на конбет именно на флопе. Ну и напоследок, что можно и вынести из наблюдений. Пассивные фит-фолд игроки каждый раз будут играть лимб-колл при флоп, но на флопе будут опять же каждый раз играть чек-фолд из раза в раз. Для сравнения телефоны будут часто играть лимб-колл при флоп и чек-колл-флоп. Итак, в чем же их психология? О чем они думают? Этот тип игроков крайне не любит риски, и они стараются придерживаться так называемой безопасной стратегии. Они с удовольствием посмотрят флоп за один большой блайнд. Они также добавят пару больших блайндов, чтобы посмотреть на флоп. За столом они сидят с целью погэмблить, и им нравится смотреть флопы. Причем они хотят посмотреть столько флопов, сколько это возможно. Но они не поплывут, если промахнуться мимо флопа. Не будут никогда вытворять чушь. В целом они будут придерживаться стратегии маленьких рисков, и постфлоп никогда не будут загружать много денег без руки. В целом это робки игроки с синдромом монстров под кроватью. Им всегда мерещится то, что у вас на руках сейчас определенно нац. Они просто уверены, что у вас на руках сейчас топ пар, или даже лучше, или туз король, дающий вам пару. И со средней силы рук они сами будут проявлять агрессию крайне редко. В общем, со средними и сильными руками они будут играть слабо и пассивно. А огрызаться и проявлять агрессию будут только с нацом. Значит, мы с вами разобрали их психологию, давайте теперь разберем, каков же их стиль. Опять же, они будут играть часто лимб колл при флоп, а постфлоп у них будет стратегия чекфолда. Они стараются посмотреть как можно больше флопов, и если промажут, то отваливаются. Конечно же, это совершенно неприбыльная стратегия, но тем не менее они по ней играют, и вы часто этого видите. Постфлоп же они будут играть крайне прямолинейно. Все их коллы и рейзы будут для вас прозрачны. Если такой человек будет играть чекколл на терне, то становится совершенно очевидно, что на руках у него средняя сила рука. Может быть вторая пара, может быть большое дро. Но как только вы на терне или даже на флопе получаете от них рейс, то знайте, что в их диапазоне сейчас нации или близкие к нациям руки. Если вы на флопе от них получите чекрейс, то это будут две пары с этой, и изредка топ-пары топ-кикеры. Они играют в прямолинейный и честный покер, так что вы всегда знаете, что у них на руках в данный момент. Давайте разберем стратегию, как максимизировать нашу EV против этого типа оппонента. Мы по-прежнему хотим играть как можно больше потов с этими оппонентами, но профит с них мы будем получать несколько иначе. Телефона мы изолируем при флоп для того, чтобы получить в будущем с него больше вэлью. С телефонами нужно стараться выходить в хедзап, чтобы если мы какую-то руку поймаем, то можно было извлечь с нее как можно больше вэлью. Против них игра проста вэлью, бэт вэлью, бэт вэлью, бэт. В фитфолда же мы будем изолировать при флоп строго для того, чтобы получать вэлью с него на флопе. При флоп они с удовольствием заколируют наши 4 бигблайнда, и на флопе мы их украдем у них, когда даже ничего не поймаем. Просто-напросто кон-бэтом будем забирать поты. Поэтому с фитфолда мы будем забирать не один большой банк, а много-много маленьких. Если посмотреть график профита против телефона, то там у нас синяя линия будет идти вверх под 45 градусов, а красная может болтаться внизу. Но против фитфолда все с точностью до наоборот. Красная линия будет идти вверх, а синяя будет тонуть. Вдобавок мы, как и против телефона, не должны заботиться о том, чтобы раскрывать какую-то информацию. Не стоит заботиться о том, чтобы балансировать свой диапазон, но определенно стоит обращать внимание на размеры ставок. Когда мы изолируем при флоп, и на флоп приходит король 5-2, или туз 7-3, или спарные доски типа 7-7-2, то на таких досках диапазон кола у наших оппонентов будет совершенно неэластичен по отношению к размерам наших ставок. Это означает, что неважно сколько мы поставим, они все равно будут придерживаться своей тактики. Все равно либо выкинут, либо заколют. Чаще, конечно, выкинут. Если на доске король 5-2, а у них будет король, то они со своим королем заколют ставку любого размера. Пол, пота, пот. Однако, если на той же самой доске у них будет 9-8, разномастные или одномастные, то они выкинут при любом раскладе, поставим ли мы пол, пота или пот. На сухих досках этот тип оппонента не будет обращать внимания на наш размер ставок. Поэтому нам сойдет с рук, когда мы будем ставить мало с блефами и много с велью руками. Мы с одинаковой частотой будем получать как фолды, так и колы. Вторая вещь, которой мы будем придерживаться в нашей стратегии, это изредка ставить на опасных картах на поздних улицах. Подчеркну, что делать это стоит только против тех, на кого у нас есть рицы, кто способен выкидывать на поздних улицах. Это не стоит делать, например, против тех, у кого показатель фолд-флоп на контбет будет в районе 65%. Если такой нас заколит на флопе, то значит наверняка у него что-то есть, правильно? И, как правило, далее по улицам показатель фолда на контбет у них будет значительно ниже, то есть в районе 20-30%. Очевидно, что против такого типа оппонентов мы не будем ставить много баррелей. Однако нужно ставить много баррелей против тех, у кого показатель фолда на контбет на терне или ривере высокий. То есть 50 или 60 или даже 70%. Против таких определенно нужно заряжать, когда на терн или ривер приходят опасные карты. Но это нужно делать только против тех оппонентов, которые способны выкидывать. Ни в коем случае не делайте этого против телефонов. Еще такой очень важный момент. Не смотрите в свои две карты. Наша задача не в том, чтобы изображать флаж на доске из трех карт одинаковой масти. Конечно же, против хорошего игрока стоит задумываться о том, сколько возможных комбинаций флажа у нас есть в диапазоне. Но против плохих игроков, против пассивного фитфолда новичка, это делать не нужно. Они просто-напросто не думают на достаточно высоком уровне. Они не задумываются о том, достаточно уверенно или убедительно мы изображаем какую-то руку, когда приходит опасная карта. Заботиться нужно о том, действительно ли эта опасная карта напугала нашего противника. Действительно ли эта карта ослабила абсолютную силу его диапазона? Потому что, во-первых, он смотрит свои две карты, а во-вторых, у него, как уже было сказано, так называемый синдром монстров под кроватью. Игрок просто уверен, что этот король обязательно подошел вам, и вы поймали свою пару, или к вам доехал флэш. Поэтому, когда приходит король, дама или туз на низкой доске, или закрывается флаж, и наш игрок способен выкидывать на поздних улицах, то только тогда стоит ставить несколько баррелей. Третий пункт нашей стратегии. Стоит искать удобные случаи для того, чтобы проворачивать вэлью блефа на риверах. Причем тогда, когда мы считаем, что в диапазоне нашего оппонента очень много дро. Например, наш оппонент играет чек-колл 2 трети банка на флопе, потом играет чек-колл размера ставки в 55% банка на терне, а на доске тем временем есть какое-то дро, и у нас есть ридз на оппонента, что он разыгрывает их пассивно. Причем это очень важный ридз, и его обязательно нужно записывать в ноутсы. Если вы заметили, что оппонент пассивно разыгрывает свои дро, например, он прочековал вдогонку с нацевым флаж-дро, или заколил ставку на флопе и прочековал вдогон нацевый флаж-дро на терне, то обо всем этом нужно записывать в ноутсы, чтобы позже это использовать. Итак, значит, если мы заметили, что в диапазоне нашего оппонента присутствует огромное количество дро, то на ривере можно с любым воздухом с десяткой хай поставить какую-то маленькую ставку, чтобы он выкинул свою туз-хай флаж-дро, опен-эндер или другие король-хай или туз-хай-руки, которые в целом-то нас до сих пор бьют. Так что именно против таких диапазонов ищите удобные случаи, чтобы на ривере их выбить. Также, когда мы получаем с них велью, нужно не забывать о том, что нужно нацеливаться на определенные участки диапазона, как для велью, так и для блефов. Нужно уметь прикидывать те участки диапазонов, которые выкинут на наши ставки или заколят их. В третьем пункте мы как раз таки и разобрали это на примере нацеливания на тот участок диапазона, который содержит большое количество дро рук и способен выкинуть их. То же самое справедливое для получения тонкого велью. Прикидывайте тот участок диапазона, который способен оплатить вельюбет. Так же, как и против телефона, мы по-прежнему будем вельюбетить тонко. Но в данном случае нужно уделять гораздо больше внимания размеру банка, поскольку фитфолд оппонента играют скромно, робко и избегают рисков. И поскольку эти игроки задумываются не относительно силой руки, а о том, сколько долларов лежит в банке, то мы должны управлять его размером, начиная со флопа. Если мы хотим получить колы от слабых рук, то нужно держать банки маленькими, а также нужно стараться держать под контролем диапазоны, с которыми они будут продолжать. Если же телефоны поймали вторую пару, то они ее будут тащить до ривера, не важно, сколько мы ставим. Но, изменяя размер ставки, мы можем управлять диапазоном кола оппонента, чтобы оставить более слабые руки в розыгрыше и получить с них вели. Если у нас на флопе, скажем, вторая пара с топ-кикером или топ-пара без кикера, то нужно стараться получить колы от более слабого участка диапазона нашего оппонента, когда мы будем волейботить на поздних улицах. Так что всегда держите в голове эти две вещи, когда играете против игрока фитфолд. Первое – это размер банка, и второе – это тот диапазон, с которого мы хотим получить тонкое вэлью. Старайтесь его не выдавить. И, наконец, поскольку тип игрока фитфолд пассивен, то на любую агрессию, которая будет от него исходить, мы свои карты зарываем. Ну, кроме нации, конечно же. Давайте поговорим о том, как же против таких хопов читать руки. Во-первых, по слопу они играют прямо линейно. В его диапазоне кова на флопе, а особенно на терне, присутствуют достойные готовые руки. Любая вторая пара, возможно, топ-пара с сильным кикером, а также пара плюс гадшот и дро руки. Если же вы получаете от них рейс на флопе или тем более на терне, то это в подавляющем большинстве случаев рука типа двух пар и лучше, и иногда топ-пара топ-кикер. Это все зависит от рицев конкретных, но если вы видите, что оппонент пассивный, играет фитфолд, и внезапно от него исходит какая-то агрессия, то есть чек-рейс на флопе и бет на терне, бет на ривере, любые похожие агрессивные линии, с которыми они стремятся запихнуть в банк как можно больше денег, то становится понятно, насколько сильный и узкий этот участок их диапазона. Так что читать руки против этого типа оппонента чрезвычайно просто. С более слабыми руками они будут играть чек-фолд, со средними и сильнее они будут играть чек-кол. На терне они будут играть чек-кол с топ-парой, иногда второй парой, какими-то своими дро, а рейсить с двумя парами и лучше. Иногда против подобных оппонентов тяжело определить, на каком уровне мышления они находятся. Но опять же, когда мы доходим до более поздних улиц, и задумываемся о диапазоне оппонента, самый главный вопрос должен быть таков. Каков его диапазон? Задумывайтесь только над тем, какой у него диапазон, но не над тем, какой наш диапазон в его глазах. Просто потому, что он на нем не думает. Он не думает о том, какая у нас сейчас рука. А если и думает, как я уже сказал ранее, то делает это крайне плохо. Например, кладет нас на туз короля, на сет или на какую-то любую другую придуманную им руку. Так что о нашем диапазоне мы никогда не задумываемся против таких оппонентов, а концентрируемся исключительно на их диапазоне и принимаем решение соответственно.